Привет любителям путешествий и ярких ощущений! В эфире рубрика «Вокруг света» и я, ее ведущая Марина Капелина. Хотите посмотреть на древнейшие памятники, оставшиеся со времен Ацтеков и Майя, увидеть снежные вулканы и посетить белоснежные пляжи? Тогда оборота Мексики открыты для вас! Наше внимание привлек очень знаменитый город Мексики – Канкунг. Он славится безупречным коралловым лицом, а также неповторимым подводным музеем скульптуры. Джейсон Д. Кайлорес Тейлор, британский скульптор, воплотил идею уникального подводного музея. В своих работах Тейлор изображает обычных людей, которые занимаются повседневными делами. Официальная версия такого необычного расположения – привлечение внимания к проблеме окружающей среды. Цена билета составляет от 40 до 90 долларов. Композиции создаются в мастерской Джейсона на специальной платформе, по-видимому, для удобства погружения. В море они опускаются на глубину до 10 метров, так что добраться до них можно только с помощью акваланга. Музей подводных скульптур состоит из трех экспозиций на некотором расстоянии друг от друга – в местностях Пуант-Низус, Пуант-Кану и неподалеку от острова Мухерес. Музей После таких увлекательных заплывов, кажется, уже не остается сил двигаться куда-то дальше. Но мы советуем вам посетить еще одно прекраснейшее место Мексики, а именно Синод Маленький Ангел. Маленький Ангел – это невероятно красивый и необычный водный колодец Синод, полностью оправдывающий свое название. Он расположен в штате Китано-Роу, на востоке полуострова Юкаден, Мексика. Глубина Синода составляет 60 метров, и это именно то место, которое обязаны посетить опытные дайверы. Не хватает слов, чтобы описать всю магию загадочного водоема. С момента погружения и до глубины 30 метров вас окружает чистейшая пресная вода, что позволяет сохранить идеальную видимость. Следующие 30 метров – соленая вода. А границы между разными водными консистенциями представляют собой облако из серого водорода, создающего впечатление, что вы парите в воздухе на какой-то невидомой рекой. Все это дополняется картиной из деревьев и опавших листьев. Такой пейзаж может негативно сказаться на восприятии реальности, особенно у малоподготовленных ныряльщиков. Поэтому вход в пещеру доступен лишь тем, кто имеет на счету более 20 погружений. Ну и напоследок хочется рассказать вам о самом древнем и могущественном городе Марии – Чичен-Итса. Чичен-Итса – очень популярное место археологических раскопок в Мексике среди туристов. Эти развалины даже входят в список новых семи чудес света. А посмотреть там есть на что. Древняя обсерватория, храм воинов, грандиозные пирамиды. Были откопаны и восстановлены множество монументов и артефактов древности. Среди которых – статуи богов. Сохранился даже священный колодец для жертвоприношения. Очень много предметов быта того времени. На сегодня все. С вами была рубрика «Вокруг света» и я, ее ведущая Мария Крилетовна. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова